Задатки древней Америки В принципе книга посвящена, в ней описаны 6 коллекций из Северной и Южной Америки Отличительная черта этих коллекций то, что они содержат от нескольких сотен до десятков тысяч артефактов Кроме того, все эти коллекции были собраны, как в большинстве своем 20 веке, на ограниченных территориях То есть в отдельных районах Соединенных Штатов и Южной Америки В Перу, Эквадоре, Колумбии и Мексике Кроме того, также черта объединяющих коллекций это коллекции частные То есть собирали их люди, не связанные с академической наукой И целью их было именно коллекционирование странных артефактов древних Которые до сих пор не вошли в научный оборот мировой истории Прежде всего потому, что в зависимости от конкретного собрания Но все эти коллекции не соответствуют официальным представлениям о древней истории Америки Вот, собственно говоря, об этом я и хотел бы несколько слов сказать Во-первых, следует подчеркнуть, что несмотря на то, что Новый Свет, то есть Северная и Южная Америка Как вы видите на карте, занимает тут практически половину земной суши И, естественно, она, как и Старый Свет, была на протяжении многих тысячелетий Населена огромным количеством народа Тем не менее, в нашей стране история, древняя история половины земного шара Практически до сих пор остается неизвестной Но, что касается советских времен, тут понятно В общем-то, геополитический враг Поэтому история Нового Света практически не изучалась Во всяком случае, я учился на историческом факультете НГУ И, естественно, как бы там существовала камера новой новейшей истории Где студенты, кстати, учились и готовились для занятий истории Америки Но, опять-таки, нового новейшего времени То есть, с момента образования государства Соединенных Штатов Америки И, отчасти, Канады Южной Америкой практически никто не занимался Я имею в виду тоже новой историей За исключением некоторых эпизодов, как правило, связанных с революционным движением странах Латинской Америки Что же говорить про древнюю историю? Собственно говоря, в 80-е и 90-е годы 20-го века В Союзе было порядка, наверное, 5-6 историков Которые хоть как-то занимались древней историей и археологией нового света Сейчас их количество тоже можно пересчитать по пальцам двух рук И то еще останутся свободные места Поэтому тема эта практически незнакомая для русскоязычного читателя И я пользуюсь всякой возможностью, чтобы предоставить имеющееся в моем распоряжении материалы Поскольку этим я занимаюсь порядка уже 25 лет В книге описаны коллекции, такие как коллекция Джейс Руда из Мексики Керамические стойки, которые в настоящее время в музее Джейс Руда насчитывают порядка 20 с лишним тысяч Это те, которые каталогизированы Коллекция камней Ики из города Ика в Перу Это коллекция гравированных камней Там тоже более 10 тысяч артефактов в одной только коллекции И еще несколько коллекций из Северной Америки Материалы, которые публикуются на русском языке в первые Такие как коллекция Бороуза или другая коллекция Сопера Саважа Но опять-таки, повторюсь, не буду я рассказывать о тех коллекциях, которые описаны в книге И я немножко в рамках этой темы расскажу, остановлюсь на некоторых других моментах Прежде всего, несмотря на то, что в нашей стране древняя история Америки практически неизвестна Но и в самой Америке эта история, в общем-то, мягко выражаясь, не соответствует реальному положению древностей этой части света То есть, здесь такая ситуация Естественно, прежде всего, в Соединенных Штатах существует огромное количество литературы, посвященной древней истории Как США, так и других стран Северной и Южной Америки Существует некоторое количество институтов, специализирующихся на этом Но, тем не менее, вся эта работа, которую проводят американские ученые Которых на Западе называют американистами Своится к подтверждению или расширению уже существующей схемы Схемы развития древних цивилизаций и народов Нового Света Которая была отработана еще сто лет назад И с тех пор практически не менялась Несмотря на огромное количество реальных артефактов Которые абсолютно не укладываются в эту схему, нарисованную еще в начале XX века Но здесь я хочу рассказать такую историю Значит, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне прежде всего Находится так называемый Смитсоновский институт Это самое крупное в мире заведение, учреждение, государственное Хотя оно финансируется как правительственными структурами федеральными, так и частными спонсорами Это самое крупное хранилище артефактов, художественных произведений и различных научных архивов в мире То есть, хотя название Смитсоновский институт это обобщенное Он включает в себя 16-19 крупных музеев Зоопарк, который находится в Вашингтоне 9 научно-исследовательских центров И еще 156 различных музеев Представляете, то есть под шапкой Смитсоновского института Находится порядка 180 музеев только На территории США и некоторых других стран Америки И Смитсоновский институт является, собственно говоря, не только головным Но и главным учреждением в Штатах И, соответственно, при гегемонии американцев в области, так сказать В мировой области, в нашем как бы однополярном мире В общем, Смитсоновский институт и задает, так сказать, основную, так сказать, программу в современной истории Само по себе история со Смитском институтом сама по себе очень интересна Он назван в честь Джеймса Смитсона Это англичанин, который жил в 18-19 веке Умер он в 1829 году Сам Джеймс был внебрачным сыном герцога Нантурберленда Это очень древний род Великобритании То есть предок Нантурберленда приплыл в 1066 году вместе с Норманами И, кстати, битой при Гастинске При Гастинге одолел, кстати, войска бритов И с этого началось нормандское завоевание британских островов То есть это очень древний род, как по отцу, так и по матери, другая семья Персия Сам Джеймс Смитсон никогда не был на территории Соединенных Штатов Он всю жизнь занимался химией и нейрологией Много путешествовал Возможно, возможно, принимал участие в Великой Французской революции Во всяком случае, документально известно, что в этот период он находился в Париже Принимал участие в наполеоновских войнах Был во французском плену И перед смертью он завещал все свое состояние своему племяннику Поскольку был не женатым и не замужним Но в его замещании было написано, что если мой племянник останется бездетным То все мое наследство должно отойти в пользу Соединенных Штатов Америки В которой он ни разу не был Для учреждения научного заведения Которое следует назвать моим именем То есть Смитсоном И это учреждение должно как бы способствовать развитию Ну точно формулировку завещания не помню Развитию науки и человеческих знаний И в 1835 году, то есть спустя 6 лет, племянник Джеймса Смитсона умер И адвокаты узнали об этом завещании И Америка выцепила его наследство и перевезла в Штаты Его наследство состояло из более чем 100 тысяч 104 тысячи золотых савелинов монет Общая стоимость, когда ее оценили в Штатах в полмиллиона 500 тысяч долларов По сегодняшнему курсу это составляет примерно 10 миллиардов долларов Вот такой вот вклад товарищ Смитс внес в мировую науку Это его как бы завещание было реализовано Был учрежден Смитсонский институт И который и начал свою деятельность На протяжении практически 40 лет Смитсонский институт занимался сбором информации Связанных с древней историей прежде всего в Соединенных Штатах Америки С наследством древних американских цивилизаций Развивал свою инфраструктуру И главным, так сказать, идеологическим направлением Деятельности работников Смитсовского института Была тема, связанная с так называемой теорией диффузионизма Которая появилась в Европе в начале 19 века Суть ее сводилась к тому, что цивилизация человеческая Появилась в одном едином центре И потом разошлась волнами Деффузионными волнами по всему свету Однако в 1879 году Деятельность Смитсонского института Была, так сказать, повернута на 180 градусов Портрет Джона Смитсона Дело в том, что одну из руководящих должностей В этом учреждении занял полковник Джон Уэсли Пауэлл Тоже выдающийся человек В начале и середине 19 века Он много времени провел в исследовательских экспедициях Как правило на западе США То есть вдоль восточных склонов, скалистых гор Исследовал реку Холорадо, Рио Гранде Много общался с идейскими племенами И даже несколько раз жил в идейских племенах То есть он был таким исследователем-этнографом После участия в гражданской войне США 1861-1865 годов Ушел в отставку в звании майора Потеряв на войне руку И, как бы, имея вот такой уже авторитет Исследовательский в научных кругах Соединенных Штатов Он получил должность директора Экнологического бюро Точнее, он являлся основателем и вдохновителем этой организации Бюро этнологии было создано при Смитсоновском институте Как главное научное учреждение По изучению древней истории американских индейцев Как Северной Америки Так и последствий других стран Нового Света И с этого времени, как бы, изменилась научная политика И научная направленность деятельности Бюро этнологии и Смитсоновского института в целом То есть, буквально в год своего поступления Вступления в должность Первый свой доклад Смитсон, ой, Пауэлл Издал программный такой декрет Суть которого сводилась к тому, что Древнее наследие американских индейцев Не несет никаких черт Контактов до Колумба со Старым Светом Поэтому работать в этом направлении абсолютно бессмысленно И, собственно говоря, нельзя И вот с 80-х годов 19-го века То есть, практически уже на протяжении 150 лет Это парадигма и оставила, так сказать, господствующий Среди американистов Даже, ну, все хорошо сейчас уже знают Что задолго до Колумба На территории Северной Америки Были небольшие колонии древних викингов Которые туда доплыли в 11-м веке Однако, вплоть до середины 70-х годов прошлого века Американцы это категорически отрицали Только, несмотря на многочисленные находки Археологические Только когда на северо-востоке США Было, археологи вскрыли Остатки поселения викингов С погребениями С утварью Даже с остатками ладьи викингов Здесь уже деваться было некуда И американцы признали Да, викинги были в Америке Но это, как бы, не было поводом для ее открытия Приоритет Колумба никто, как бы, подвергаясь сомнению не стал И, ну, это вошло теперь С 70-х годов это вошло, как само собой разумеющееся Однако, огромное количество находок Сделанных как на территории США Так и на территории других стран Суверенствует о том, что вот эти вот контакты Между Старым и Новым Светом Существовали за, не то что столетия За тысячелетия до Колумба И поддерживались, очевидно, с какими-то перерывами На протяжении, как минимум, двух-двух с половиной тысяч лет До появления, до начала колонизации Америки В 15-16 века В частности, вот я просто Приведу вам несколько фотографий На территории Юго-Запада США В штате Юда Юда, Техас Еще в 20 веке было найдено огромное количество артефактов Которые никоим образом нельзя было отнести К местным бульборам Естественно, когда речь идет В табличках с хорошо читаемым Клинописным текстом Никаким индейцам это приписать нельзя И эти таблички не являются каким-то уникальными Они были найдены в различных местах В различные годы И разными людьми Все они, как правило, поступали В частные коллекции И либо там остаются и сейчас Либо их следы исчезают Вот пример бронзового медальона С смешанного художественного стиля То есть здесь видны и египетские мотивы И по обуду идет надпись Клинописью Скорее всего, это где-то середина первого тысячелетия до новой эры Тоже найден Метален Бьюти Но, как бы, официальные представители академической американской науки С таким находками поступают просто Когда есть возможность Это объявляется фальшивкой То есть новоделом Хотя, как бы, коммерческая составляющая здесь отсутствует Как таковая Либо, что бывает чаще всего На них просто не обращают внимания В принципе, сейчас при наличии интернета Многие вещи можно посмотреть Плоть до жарких дискуссий и полемики между сторонниками Подлинности и большинности подобных артефактов Вот на территории штата Техас Был найден при строительстве прокладки дороги Был найден клад бронзовых и свинцовых изделий Римского времени С хорошо читаемыми надписями на латыни С крестами С несколькими римскими мечами Все это было официально задокументировано И попало в частные руки Дальнейшая судьба таких вещей неизвестна В отличие от крупных коллекций Которые описаны в книжке Отдельные вещи подобные, как правило, исчезают Хорошо, если их успеют отснять Снять на видео Иногда попадает информация в местную прессу Но потом эта история, мягко говоря, затухает как бы само собой Либо под давлением представителей академической науки И здесь Смитсонский институт выступает в роли главного цензора Вот еще одна фотография тоже из штата Юта Типичный западноевропейский меч 13 века То есть это ни к Колумбу, ни к Викингам Тем более, что речь идет не об Атлантическом побережье А юго-запад США То есть это граница с Мексикой Ближе к Скалистским горам и к Мексиканскому заливу Еще один пример Прекрасная керамическая головка Средиземноморского типа Либо Карфаген, либо поздний Рим Найденного в Мексике Я вот просто привожу несколько таких фотографий Которые, в общем-то, либо известны по литературе Либо практически неизвестны ни нашим читателям Ни читателям самой Америки В целом, как бы, я хочу сказать, что Эта история, я называю аномальными проблемами истории Приводит, у меня сложилась такая картинка Совершенно однозначная Что на протяжении более чем 100 лет История, в данном случае, я говорю Не будем распространять на другие территории Хотя, в общем-то, ну, говорим мы сейчас об Америке Древняя история Америки написана, мягко выражаясь На коленке или на столе в рабочем кабинете И превращена уже в определенную догму Которая кочует десятилетиями из учебника в учебник Из, соответственно, из научной виноградии В другую научную виноградию Поэтому все мы хорошо знаем, что считается, что Америка Была заселена людьми примерно 12-13 тысяч лет Которые первые племена охотников-собирателей Перешли по Беринговому мосту Который существовал на месте Берингового залива Пришли из Азии, то есть из Восточной Сибири И заселили Америку Вот это пример того, как делалась американская история В начале 20-го века чех по происхождению С тяжелой фамилией Алоис Грдчек Который с детства эмигрировал в Америку Он также занимался проблемами антропологии и этнографии Занимался сравнительной антропологией То есть он сравнивал антропологические типы людей Из разных регионов планеты В том числе азиатские, сибирские, индейские, африканские Он считал, что первый человек на планете Появился на территории Европы Поскольку на тот момент, в начале 20-го века Костей в Африке древних еще не находили Он был в своих версиях и концепциях Одинокого мало-то поддерживал Но вот одну его концепцию А именно заселение Америки из Восточной Сибири Через Берингов-Мали пролив Он написал пару статей Потом выпустил книжку Почему-то взяли на вооружение А он ее просто на кончике карандаша разработал И написал на эту тему книжку Ну, следует заметить, что к моменту выхода его книжки В 1930 году уже, кстати, монографии Он также работал как ведущий специалист в области антропологии В Национальном музее, который входил и сейчас входит Как составная часть Смитсоновской института Ну, в общем-то, его эта идейка Была принята на вооружение И поставлена как фундамент В основу, так сказать, истории Собственно говоря, древней истории нового света Вот так вот на пуском месте И, кстати говоря, вот о Колумбе В общем, я считаю, что, по-моему, время свое исчерпало уже Вот Все мы прекрасно представляем Корабли Колумба Вот Санта Мария, Нинья Пинта Куча картинок Сопровождают нас всю жизнь Под Мальтийским крестом Вот, точнее, крест-то типично греческий Вот Ну и Под Пожжин, как бы Был взят Мальтийским орденом Плывет В своем первом путешествии В поисках Индии Хотя вот В 1493 году То есть на следующий год После официального путешествия Колумба Вышла книжка Вот Где Изображено прибытие Колумба в Америке Это его корабль Который В общем-то У историков Называется Галерой Типичная галера Венецианская Типичная для 15-го и 16-го веков Которые браздили все Средиземноморье Это вот просто такая маленькая иллюстрация Вопрос об исторических мифах Которые связаны Естественно не только с древней историей Америки Но и со всеми другими регионами нашей планеты Включая нашу страну Вот собственно все Если какие-то вопросы, пожалуйста А коллекции Кстати говоря, спасибо Одни с помощью Зачем такие провокационные вопросы задавать, которые не требуют ответа? Почему? Человек сказал, что Колумб не плавал на этих кораблях То есть плавал ли он вообще? А почему? Американцы же не улетают Еще раз, четко задайте вопрос Плавал ли Колумб, если плавал то на чем? Вы сказали, что на таких нем не плавал Какая у вас информация? Секундочку, в данном случае я хочу, чтобы меня поняли правильно Я привел пример с Колумбы по одной простой причине Существует официальная версия, которая считается незыблемой С одной стороны С другой стороны существуют другие исторические данные Где эта версия выглядит несколько по-другому В данном случае никто не говорил о том, что Колумб плавал или не плавал Я привел этот пример для того, как может трансформироваться история То есть с одной стороны шаблон, который мы знаем с детства С другой стороны факты, которые ему противоречат Хотя, в общем-то, я считаю, что не принципиальная разница На Средиземноморской караке, как называется, типу Супна, Санта-Мария Или каравели, или на Галеоне Он приплыл к территории, к восточному побережью Америки Точнее, он не до Турта Он быстро высадился на Антисских островах Это просто такая иллюстрация небольшая Я вам покажу еще то, что не вошло в книжку Несколько коллекций, точнее, несколько фотографий из коллекций В частности, одна из них Это частная коллекция керамики, собранной на берегу озера Титикаки Сейчас это частная коллекция Керамика необычная, то есть, как правило, черная керамика Черного цвета, не расписная По формам, она, некоторые артефакты Типичные для культуры Тиоанака Самой крупной культуры на бассейне озера Титикака В первом тысячелетии новой эры Другие, как, например, непонятный гроб с правителем или священником И с, опять-таки, с крестом Как на кораблях Колумба почти На крышке Совершенно не такие артефакты Отсутствуют в научной литературе Посвященной древней археологии Боливии Сама коллекция, мы, кстати говоря, во время последней поездки В прошлом году пытались найти этого товарища Связались через гида нашего с его другом Который, как бы, его информацию о нем имел Но нам было отказано, типа Я не знаю ничего такого И кто это такое прочее Ну, понятно, что Человек шипруется Вот он выпустил книжку Фотографии из его книжки Взяты Но сам он, по-моему, коллекции людей Вот так просто не подпускает Помимо Достаточно традиционных вещей Таких вот, как кубки с изображением Кондора, пумы или змеи Среди вещей в этой коллекции Есть более странные Вот, например, керамическая статуэтка Но это не слон, как может показаться Это животное, которое палеонтологи называют пиротериум То есть горбатый слон с коротким хоботом И с раздвоенным, так сказать, хоботом Считается, что он выбер на территории Нового Света Порядка 15 миллионов лет назад Однако В этой коллекции он присутствует В виде, так сказать, вполне Как будто бы сделанного с натуры Обратите внимание на хвост Животного Как будто люди там всего полтора тысячи лет назад Сами были Видели это животное Другая коллекция Из Эквадора Тоже является частной Коллекцией Я, на самом деле, ее тоже не смог найти Помимо, опять-таки Это в основном керамические изделия Причем не маленькие статуэтки А по 30-40-50 сантиметров Величиной Помимо, опять-таки, традиционных для Эквадора Вещей типичных для древних культур этой страны Там достаточно много керамических скульптур Абсолютно не вяжущихся с официальными представлениями О древней истории Нового Света Это такие вот рептилоиды Похожие на динозавров Либо сильно стилизованные Но явно это не ящерица Хотя, если такая вещь попала в руки представительственного института То, естественно, было бы сказано Что это какое-то мифологическое животное О котором мы не знаем Но если очень постараться Можно было бы найти какую-нибудь чух-чуямбу Упоминаем в одном из мифов индейцев этой территории И, так сказать, списать все на него Ну, фантазия древних индейцев Что с ней взять? Дикари С другой стороны, в этой коллекции существует несколько сосудов И скульптур в виде кенгуру Которых списать на то, что это фантазии древних эквадоров Ну, никак нельзя, насколько они реалистичны Балеонтологы знают, что сумчатые существовали на территории Южной Америки Но последние представители, согласно официальным представлениям Выбрали 10 миллионов лет назад Пирамика этой коллекции относится примерно к первому тысячелетию Нового Эрена И никак нельзя сказать, что это местные индейцы Наедись грибов или напились сок в айваске И пришло им в голову виднее кенгуру Просто изображение животных, которых окружало жителей Эквадора Буквально полторы-две тысячи лет назад Ну, никак не 10 миллионов Опять-таки, в этой коллекции Ну, есть какие-то культуры Скульптуры связаны с фарическим культом Который был чрезвычайно широко распространен у многих культур и цивилизаций Нового Света Мне просто хотелось еще показать вам вот эту фотографию Керамические модели домов Трех-четырехэтажные Ни в одной культуре Нового Света Археологически такие Остатки таких зданий не были найдены Но здесь совершенно явные, не стилизованные скульптуры Уже многоэтажных домов, а никак не хижин Которые происходят с территории Эквадора Где считалось, что, да, существовала цивилизация Но не такая, как, допустим, на территории Перу Уинков, там, Мачика Но четырехэтажные здания Явно сложные Не сплетенные ни из тростника Ни из деревьев А сложные из камня Остатков их не сохранилось А скульптурное изображение имеется То есть, грубо говоря Абсолютно непаханное поле И наше представление о истории Нового Света Гораздо схуднее, чем они в принципе могут быть Все, спасибо, если вопрос Вы задрошены на очень интересную тему Нахождение или открытие обленных видов артефактов Которые начинались фиксироваться еще Чарльзом Фортом А, как Вы правильно заметили Умалчивается официально наукой И можно здесь рассуждать на разные темы Почему это делается и так далее Но в последнее время, в последний период Системно появляются различные монографии, книги Которых, я бы сказал, системно подходят К обнаружениях артефактов, явлений Различного рода предметов Которые, ну по крайней мере, ставят в тупик Если не опровергают общепринятую систему Классификации или вообще даже фундаментальной идеологии Но по крайней мере, рассмотрение хотя бы этих вопросов Ставит, ну скажем, в очень неудобное положение Представителя официальной науки За последнее время появилось достаточно много таких книг и трудов Вы наверняка знаете, ну типа запрещенной археологии И так далее, и сами, так сказать, касались Как Вы считаете, если замалчивание в течение последних ста лет Являлось, скажем, достаточно успешным Подобного рода Обнаружения подобного рода предметов Относились как, ну, нечто забавному Или просто, так сказать, там, с улыбкой Или не, ничего стоящего То сейчас все больше и больше Количество, ну, благодаря, в первую очередь, интернету Приобретает, ну, я бы сказал, такой системный характер Как Вы считаете, существуют ли тенденции, тренд И на Ваш взгляд, будет ли оно укрепняться Или сопротивление официальной науки Будет таким же успешным, как это было в течение последних ста лет Вы видите какие-либо тенденции, признаки того, что Существующая установка идеологии Может быть подвержена, ну, не ревизии, но хотя бы, скажем так Вопросу рассмотрения и потолок Да, несомненно, как бы такая тенденция, на мой взгляд, набирает силу И главная причина, это именно изменение коммуникационных связей наших цивилизаций Вы упомянули интернет Действительно, 30 лет назад, для того, чтобы найти подобную картинку Вот, было практически невозможно в нашей стране Потому что книги не поступали Выписать по межбиблиотечному обмену, конечно, можно было Но нужно знать о таких работах Сейчас же, как бы, уровень обмена информацией в мире поднимает такие пласты Которые поступают в распоряжение не только ученых, но людей просто интересующихся И, естественно, с каждым годом все большее количество людей выступают именно в пику сложившимся парадигмам И не только в исторической науке Это касается всех областей современного знания науки Будь то физика, филология, геология, палеонтология, астрофизика, неважно И я думаю, что это, в конце концов, приведет к мировоззренческой революции И научной революции Которая, на мой взгляд, на протяжении уже как минимум 40 лет активно тормозится Я регулярно исчерпал, спасибо за внимание Спасибо 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 Продолжение следует...